Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна. Мы с вами прогулялись по Якорной площади с ее достопримечательностями, осмотрели Никольский морской собор снаружи. Теперь настала очередь войти в храм и полюбоваться его великолепием внутри. Никольский морской собор задуман Василием Косяковым как храм-памятник погибшим морякам, поэтому в соборе все символично и пропитано морским духом. При входе мы сразу видим вдоль стен памятные доски из черного мрамора, на которых описаны все потери русского императорского флота, начиная от взятия Азова в 1695 году и до 1917 года. На каждой доске описываются обстоятельства гибели русских моряков. Поименно указаны адмиралы и офицеры и обозначены количество средних и низших чинов русского императорского флота, за исключением тех, кто совершил выдающийся подвиг и чьи имена записаны отдельно. В алтаре размещены белые мраморные доски с именами священнослужителей, погибших при исполнении своих обязанностей на флоте. Мраморные доски, находящиеся в настоящее время в храме, – это копии. Они были восстановлены благодаря сохранившимся архивным записям. А оригиналы досок в советское время были использованы на хозяйственные нужды и полностью утрачены. Никольский морской собор – трехпрестольный. Главный предел собора вмещает три тысячи прихожан и посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Правый южный предел собора – во имя преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя святого праведного Иоанна Кронштадтского. А левый северный предел – в честь святых апостолов Петра и Павла. В нишах собора изображены картины «Жития и чудес Николая Чудотворца» – покровителя моряков. Внутреннее убранство собора роскошно. Раньше роспись была только в алтаре, на парусах и на сводах северных и южных хор. Но при реставрации в 2013 году было решено закончить роспись по всему храму. Здесь использована роспись под мозаику и фреска с преобладанием золотого, синего и светло-серого цветов. Благодаря переходу от темного гранита в оформление нижнего яруса собора к золотым и небесно-синим цветам под куполом достигается эффект устремленности собора ввысь. Автор проекта задумал интерьер собора в виде сочетания звездного неба над головой, морских глубин и райской суши под ногами. Над главным внутренним пространством собора господствует центральный купол диаметром почти 27 метров. Он расположен на высоте 52 метров, похож на перевернутый морской компас и украшен росписью. В звездном небе сияет лик Спасителя. По проекту Василия Косякова было только звездное небо, но при реставрации патриарх Алексий благословил начертать на куполе Спасителем. Вокруг купола расположено 32 окна, столько, сколько делений румбов на морском компасе. К огромному куполу примыкают два полукупола с востока и с запада. В восточном полукуполе изображен Христос во славе. В проемах окон полукупола расположены пророки, ветхозаветные избранники, слышавшие голоса Бога и сообщавшие избранному народу Божью волю. Ниже в круге славы силы небесные – архангелы, серафимы, херувимы, предстоящие перед небесным престолом. На парусах обычно располагаются изображения евангелистов, которые соединяли землю и небо, распространяя благую весть. На одном из парусов изображен евангелист Иоанн. Орел при нем олицетворяет высоту евангельского учения, и сообщаемых в нем божественных тайн. На другом парусе изображен евангелист Матфей. При нем изображен ангел – символ мессианского посланничества в мир Сына Божия. Евангелиста Марка изображают со львом во знаменовании могущества и царственного достоинства Христа. А евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное искупительное служение Спасителям. В конках собора и на парусах изображены сцены из Нового и Ветхого Завета от утраты человеком благодати до картин страшного суда. Росписи в соборе создавались группой художников под руководством Михаила Васильева. Писали маслом, но имитировали мозаику. Под куполом собора висят семь хоросов-светильников на корабельных цепях. Двухъярусные паникадила сделаны в виде обода с лампадообразными светильниками из оксидированной бронзы. Украшены писанными изображениями святых угодников, чеканными орнаментами и подвесами. Под купольное пространство храма окружено двухъярусными галереями-хорами, которые поддерживаются колоннами. Колонны увенчаны капителями и изготовлены из искусственного мрамора. Во время ненасти крытая галерея вокруг храма могла служить для крестных ходов. Огромные круглые окна храма напоминают иллюминаторы корабля и заполнены великолепными витражами. В окне северной стороны собора витраж распятия с предстоящими, а с южной стороны витраж чудесный улов. Западное полуциркулярное окно заполнено витражом с изображением Ди Иисуса, трех фигур в канонической композиции – Иисуса Христа, Бога Матери и Иоанна Крестителя. В алтарном полукуполе изображен Христос Иммануил. Алтарная часть храма приподнята на 4 метра. Иконостас был исполнен из натурального белого и цветного мрамора с мозаичными вставками и бронзовыми украшениями, но был уничтожен в 1929 году. Во время последней реставрации иконостас был полностью восстановлен по архивным материалам. Царские врата украшает Андреевский флаг, военно-морской флаг Российской империи, а теперь и России. В первом ярусе иконостаса – иконы Спасителя и Божьей Матери, святых апостолов Петра и Павла, святого Николая Чудотворца, святого Иоанна Рыльска, святой Ольги, а на северных и южных дверях пределов 4 архангела. Следующий ярус иконостаса – это неширокий орнаментальный фриз с иконами, изображающими двенадесятные праздники. Над фризом – ярус икон с изображениями двенадцати святых апостолов. Выше ярус икон с изображением пророков. Слева от иконостаса расположена кафедра проповедника. В оформлении кафедры использованы белый резной мрамор с фоновыми деталями из красного мрамора, вставками из ляпис-лазурита и розового орлица. Кафедру украшает сложная христианская символика, выполненная из белого мрамора в виде виноградной лозы, кипариса и рыб. Мраморную подставку для книг венчает скульптура орла, символ Вознесения Христа и Евангелиста Иоанна, свидетеля Божественного Откровения. Напротив иконостаса, над входом в собор, расположен балкон – царское место, где молился император Николай II с семьей. В соборе есть и свои реликвии. Это частица мощей святого Николая, мира и копия лампадки, которая стоит в крипте небольшой церкви святителя в итальянском городе Бари. Икона с частицей мощей святого Иннокентия, первого епископа Иркутского, который начинал свою духовную миссию корабельным священникам. Мощи святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Мощи святого праведного воина Федора Ушакова. И ларец с мощами святого преподобного Сергия Радонежского. В соборе находятся и святые иконы. Икона Божией Матери Державная, икона святителя Николая Чудотворца, и другие иконы. Пол в Морском соборе представляет собой мир морских глубин и райской суши. На мраморном полу, окаемленные тонкой медной оправы, выложены изображения рыб, медуз, водорослей, кораблей, диковинных растений и райских птиц. В рисунке пола можно увидеть и цаплю, изловившую змею, и орла, берущего вверх над зайцем, и разгуливающих павлинов. Все они изображены на мраморном полу с особым смыслом. Цапля олицетворяет стойкость. Это единственная птица, которая летает в грозу и не боится молнии и дождя. Змея – символ искушения. Орел – символ сильной личности, побеждающей похоть. Заяц – воплощение плотских желаний. А павлин – это образ рая, но, как оказалось, не только. Если внимательно посмотрите на изображение павлина, то на его хвосте увидите схематичные изображения эскадры. Так на штурманских картах изображали корабли. В рисунке пола можно увидеть восьмерки, которые символизируют бесконечность. Внутри восьмерок добавлены волны и различные кресты. На полу выложены изображения стрелок компаса, такие, как на морских картах. Сегодня великолепный Никольский морской собор – это действующий православный храм и объект культурного наследия. Здесь размещаются различные музейные экспозиции. Макет Никольского морского собора, модель эскадренного броненосца Бородино и другие экспонаты. В соборе всегда много прихожан, курсантов морских училищ, моряков и морских офицеров. А наш осмотр собора подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. До новых прогулок!